Мы подготовили определенные справки о том, что на сегодняшний момент у нас арестованы расчетные счета, более 30 миллионов у нас иска подовлетворены. Это штрафные санкции, неустойки средственного дольщика. И все денежные средства, которые у нас поступают в продажи, они уходят у нас в дольщика. В пределах 2,5 миллионов мы уже выходим дольщика. А вы не можете, как-то с дольщиками договориться, подписать мировое соглашение, потому что вы так и будете, дольщики сами себе яму роют, получается? Они будут вам выставлять иски, вы будете, те деньги, которые даже будут от продаж, поступать, вы будете гасить им деньги и штрафы, и дом строится не будет. Они это вообще понимают? Они это понимают. В понедельник у нас было собрание, соответственно, мы подходим к тому, что как-то вопрос нужно решать. Часть дольщиков, ну, естественно, небольшая, на сегодняшний момент 3-4 иска у нас и с расчетного счета, и касса тоже отозваны, но еще кое-что остается. Кто-то соглашается, кто-то не соглашается, будем, конечно, с каждым дольщиком работать непосредственно. Хорошо. А источник финансирования какой у вас может быть? 42 миллиона нужно в достройку. У нас источник финансирования, у нас остались на жилые помещения, они проданы. Это вторая секта, первый этаж, третий секта, второй этаж, коммерческие. Подсобные помещения в подвале кладовые, однокомнатная квартира номер 142, подсобные помещения на жилых этажах, плюс депутатская задолженность, с которой Петро Анест не работал, но сейчас будет работать, и на пределах 20 миллионов. Ну, максимум... 20 миллионов? Ну, это такая, ну, просто... Депутатская задолженность, значит, есть с ним работать? Есть. Ну, во-первых, давайте так, быть реалистами, подсобные помещения пока никому не нужны, кто-то их отдельно покупать не будет. Когда вы их можете как раз использовать как расторговку с дольщиками, с теми, кто подает иски, сказать, что вот вы не подаете иски, мы не сдаем дом, но мы там, например, на этаже кладовые, вам там бесплатно перед одним собственником поделите, между собой не пользоваться. Потому что никто... Ну, вот, встроенные помещения надо считать тогда баланс общий. Сырали там справку, по-моему, да? Ну, вот, но здесь, может быть, как-то надо искать тогда покупателя, может быть, посмотреть, я не знаю, Виктор Ильич, но у нас здесь, по-моему, все наши социальные службы обеспечены, площадки, да? У нас таких горящих проблем нет, да? Или по соцзащитнику, здравоохранению, то есть не нужно, да? Потому что можно было бы приобрести муниципальную, либо областную собственность, но это, к сожалению, видишь, здесь не такая плотная застройка, да? В том же Мурино-Кудрово, Девяткино, мы готовы покупать там встроенные помещения, потому что там для тех же врачей семейный практик и все остальное. Но здесь надо смотреть, где... Какой-то детский юридический клуб, в любом случае, здесь что-то может. Но, Аксидж, здесь нам с вами надо будет идти. Ну, первое, Михаил Ильич, надо сейчас встречаться с застройщиками, точно с ними разговаривать, чтобы они отзывали искать, потому что мы даже браться не будем, если эта ситуация сохранится, потому что, раз они такие умные, тогда просто свои проблемы и решают. То есть они хотят, чтобы мы каким-то образом мешались. Мы нужно смотреть дальше, ну, смотреть два варианта. Либо вариант, мы привлекаем кого-то из инвесторов под залог помещений, либо мы смотрим, кому нужно помещение, может быть, в каких-то предприятиях-динесерских, я не знаю. Либо второй вариант, традиционная схема через банкротскую тюрьму. Других вариантов у нас нет. Абсолютно правильно. Первый вариант, он по времени достаточно быстрый, это несколько месяцев. Второй вариант, он по полтора-два будет. Перед банкротством, но это тоже решаемое. Ну, дом под отоплением стоит, дом под давлением стоит. Вот это самое опасное, что дом не включит отопление. Слить, система отопления так устроена по-современному, что слить... В полу. Да, все в полу. Слить воду практически будет все невозможно, но надо вот что-то делать. Понимаете, у вас, ну, по тому, что Кеги-серк как бы развивается, у вас нет такая интенсивная стройка здесь, чтобы можно было привлечь кого-то в помощь. Там, мы представим земельный участок. Мы прорабатывали. Какие-то нет, там, и год, и так. Мы тоже иногда делаем в зонах тяжелой застройки, вот, так сказать, у нас вот такое есть. Но здесь надо сейчас считать все роли. Залатки, мы в ближайший путь подъезд зайдем посмотрим. Пока вы не подпишете мировое соглашение и на определенный период, там, до шести месяцев не отзовете иск, мы даже с вами не будем разговаривать. Я просто говорю, вот вы соберетесь, вы все соберетесь, вот сегодня будет у меня мой зам с вами общаться. Это первое условие, значит, для дальнейшей работы. Потому что смысл какой, значит, привлекать сюда инвесторов, чтобы они давали деньги, они ушли на погашение штрафа купения, стройка не велась, вот такого же не может быть. Поэтому ситуацию, я вашу знаю, я ее изучал, и в интернете я ее изучал, и ваше обращение даже в интернете видел. Но вы поймите правильно, что это у нас, кстати, единственная ситуация сегодня в области. У нас есть дома по два, по три года стоят, но нигде дольщики сами себе яму не роют. Я не знаю, кто вас здесь так научил, научил так вас себя вести, но это просто... Адвокаты стерлять, не называют. Ну, они просто на этом зарабатывают, понимаете. Они просто на этом зарабатывают. Но эта ситуация абсолютно неправильная. Сколько рисков, ну, фактически? На 29 900. Можно было дом доставать. Можно было дом доставать, чтобы доставить дом. Верните эти деньги, пусть вернут эти деньги сюда. Дом, чтобы доставить, надо 40 миллионов. Вы 20 миллионов уже... 29 миллионов уже забрали на Ишкина. Ну, что вы делаете? Верните, вы... Вы просто, вы просто не даете, вы сами не даете строить деньги. Мы сегодня с вами подруга будем разговаривать, но... Нет, вы не даете, вы сами такие условия, ничего себе. Ну, мы никогда... Даже если вы подпустили, мы дом не построим. На порядке, на минус от тех денег, которые шли адвокатам, верните эти деньги, но не просто верните, купить эти деньги как раз в кладовке, там, подвальные кладовки. Благодаря, потому что, ну, а как его смысл тогда дальше заниматься? Ну, все понятное, в первую очередь, да. Так, извините, любой выбор на рассаду, что это уже и тут не было. И потом, а что ли вы тоже сразу три опыта не били вместе с заказчиком, если такие деньги уже отсуживают? У нас есть иски по адвокату, но в той же КОДВА-девелоку, по-моему, да? Там два или три иска всего, они выплатили сумму. Александр Ильич, мы как это узнали, полтора месяца. А потом они что-то не глупые, но вот так оголить свой счет. Вот это тоже надо немножко, как в голове-то, с головой-то соображать. Если бы не ход учредителя, владельца компании, директора генерального секретного, этот ход все бросить в один день? Сегодня, сегодня, сегодня даже на большие компании, биллиардные, когда физическое лицо выставляют иск, еще не факт, что по этому иску, даже когда просужено, что он получит деньги, там есть различные варианты удержания денег на счете. А здесь так... Видите, видимо, не очень кайф, на сказал представитель. Нет, нет, нет. Ну, это правда, его не бросайте, будем сейчас... Надо, наверное, тебя тоже отправить на встречу, Михаил Владимирович в поддержку, понял. И надо говорить так, подписывать мировое соглашение. И уж ладно, что просудили, то просудили, но в счет оплаты отдавать встроенные вот эти кладовки, там и так далее. Это сам оптимальный вариант. Миллион четыреста двадцать пять. Арестованность, арестованность, 5,800. Ну, понятно, это в любом случае уже... Это движуха пошла. Можно договаривать. И 4,266 у нас судебный приставы исполнителей. Вы два часа тоже будете тогда? Два часа, обязательно. Конечно. И давайте курс, вот так союз сейчас, курс, курс на мировые соглашения. Курс со всеми мировые соглашения. Стабилизируем ситуацию на шесть месяцев, ищем выход из положения, как сказал губернатор, и двигаемся вперед. Стабилизируем ситуацию, что окна-то все поменяли. Да, благоустройство, благоустройство. Вот что еще есть. А что дальше здесь будет? А вот дольщики, я когда с ними встречалась, согласна на то, чтобы здесь делать подполочные места и еще рядышком детской площади. А подполочные места они тоже готовы. А земельный участок, вещь ваш? Да. А дома? А вот этот? Да, да, все наше. Вот в створ угла, смотрите, береза, в створ угла, это все за угол дома, тут полный. И за домом тоже. Здесь надо, ну по проекту, нет, подождите, есть проект. По проекту детская площадка. Детская площадка там. Тут большая территория. И сбор мусора, сбор угловой площадки. Двор очень большой, очень большой. Ну и то, извините, дом сколько, 370? 344 квартиры. Ну, 350 квартир, извините меня. Плюс встроенные помещения. Плюс коммерция. Это, считайте, коммерция, это квартиры переводить, это по 380-390. И то, ля, в дело. Ну, поехали, участвую, не подготовились. Ну, побоялись больше. А это вы хотите, чтобы вы не поднимете, не поможете, не поможете. Как-то, как-то вы, как-то у вас так несерьезно. Знаете, такое ощущение, что вам это меньше всего надо, чтобы вы не поднимете. Нам очень надо. Но вот пока я этого не вижу, понимаете. Вот пока больше вижу заботу главы района, потому что он мне все время и материалы на WhatsApp сбрасывает, и письма пишет и так далее. Вы как-то даже знали, что приедет губернатор, если бы у меня был шанс, что губернатор приедет на мою строительную площадку, я бы здесь не то, что все помещения открыл, я бы тут еще и с лагами бегал. Как-то несерьезно отмечусь, честно. Михаил Иванович, разбирайтесь. Хорошо. А лучше бы, может быть, даже посмотреть, там, с какой-то доверенность забрать на то, что будет здесь, как-то переправлять эти процессы. Александр Павлович, бегом, можете? Пока все идет тут. Ну, видимо, так и строите, как будет. Субтитры создавал DimaTorzok